Итак, всем привет! Мы с вами продолжаем разбирать задания с собеседований. Сегодня мы поговорим с вами о Singleton, достаточно популярном паттерне в Java, да и вообще в целом в языках программирования. Кратко напомню, о чем идет речь. То есть класс, который реализует данный паттерн, он может быть представлен, точнее объект соответствующего типа может представлен быть только в единственном экземпляре в программе. То есть часто используется там, где по логике объект подобного типа должен быть один. То есть, например, во всей всевозможной конфигурации, настройки и так далее. Собственно, наше задание и связано будет с настройками. Напоминаю, что задание публикуется в Telegram-канале. Соответственно, подписывайтесь, чтобы иметь возможность раньше его получить, соответственно, больше времени для выполнения. Итак, создаем класс Configuration, который будет реализовывать Singleton. Этот класс должен содержать поле Settings типа Map, представляющий собой конкурсионный параметр приложения. И метод GetSetting для получения значения. В методе Main получите экземпляр Configuration, добавьте несколько параметров, видите их на экранах. То есть создать Configuration, реализующий данный паттерн. И в Мейне продемонстрировать, как это все работает. Хорошо. Давайте создадим новый наш класс. Назовем его Configuration. Итак, что мы с вами помним про Singleton. Синглтон. Значит, первое, как мы можем реализовать уникальность экземпляра внутри нашей программы. Мы делаем в первую очередь приватный конструктор. Вот так. Приватный конструктор. Соответственно, из него напрямую к нему обратиться мы не можем. И делаем соответствующий метод, который нам возвращает существующий экземпляр. Для этого нам нужно добавить несколько переменных. Значит, приватная переменная. Private. Причем статик переменная. Да, так как данная переменная будет существовать внутри класса, а не объекта. Private. Статик. Конфигурэйшн. Назовем его. Инстанс. Инстанс. Да, очень часто используется. И нам еще мап нужен был. Мап. Типа стринг, стринг. Первый это ключ. Второе значение. Сеттингс. Так, импортируем. Так, это у нас есть. Теперь создаем метод, который будет, если необходимо, вызывать конструктор. Если объекта соответствующего еще не существует, то есть переменная instance null. А если уже создана, тогда просто возвращать саму переменную. Да, public. Статик. Конфигурэйшн. Get. Инстанс. Да, и первое, что мы с вами делаем, мы с вами проверяем, существует ли... Точнее, существует ли экземпляр, да, то есть instance не равен нулю. Ну, if instance, если у нас она null, да, так будет, наверное, более понятно, то мы создаем переменную new configuration, да. И после этого можем спокойно возвращать instance, да. Если у нас if этот не срабатывает, значит, у нас уже здесь хранится ссылка на объект соответствующий типо, мы его возвращаем. Если null, сначала создаем, потом возвращаем. Так, и что нам теперь? Еще нам нужны методы. Так, getSetting, да, значит, public.string.getSetting, да, string.key. И мы с вами возвращаем. TermSettings.getKey. И, соответственно, создадим еще метод для добавления, да. То есть, опять же, в задании здесь не сказано про это ничего. Но, чтобы, соответственно, что-то получить из этого мапа, нам сначала в него что-то надо положить, чтобы мы могли это положить, учитывая, что сама переменная правит, нам, соответственно, необходим метод, который это будет делать, да. Назовем его, так, значит, возвращать у нас ничего не будет. AddSetting, да. И тут у нас, соответственно, уже два значения. String.key. String.value. Да. И settings.put.key.value. Так, это у нас есть. Хорошо. И теперь, собственно, создаем класс, который у нас будет public.class.main по классике. Public.static.void.main. String.act. Так, у нас, а, у нас уже тут где-то есть класс. Мейл, ладно. Сингл, давайте перекинем немного. Так, main singleton и configuration. Хорошо. Так, и здесь, соответственно, мы с вами configuration.config мы с вами вызываем static.method.getInstance. Да, если мы в первый раз вызываем getInstance, то сначала будет создан объект типа configuration и потом нам возвращен. Если мы вызываем не в первый раз, то, соответственно, объект уже существует и будет он просто возвращен, да. config.addsetsettings. Ну, здесь назовем auto. И как value шкода у нас будет. Ну, config. Так, еще раз что-нибудь добавим. Назовем. Давайте URL. Как у нас там в примере текстовом было. Не? Example.com. Да, и теперь попробуем получить это все и вывести. Да? println auto useconfig getSetting auto и, соответственно, вторая URL с URL Давайте запустим, посмотрим, работает ли так, как нужно. Так, что у нас там смотрим. No pointer is settings is null Так. Так, да, все верно. Здесь мы просто объявили ее. Значит, что мы можем сделать? Мы можем или в конструкторе, да, можем здесь написать new HashMap, да, или же это сделать в конструкторе, да, this settings new HashMap, то есть или вот так, или вот так. То есть, в принципе, разницы особой нет. Да, давайте вот так сделаем. Это, в принципе, дело вкуса. Можно это в конструкторе делать, можно при объявлении переменной делать. Кому что больше нравится. Да? Да? Auto, Skoda, URL, такой-то, да, то есть все работает. То есть, в принципе, все, что нужно помнить о Singleton, это то, что конструктор у нас приватный, метод, который возвращает instance static, да, и при возвращении, перед возвращением мы сначала проверяем, существует ли уже соответствующий объект. Если нет, делаем. Если есть, просто возвращаем. Ну, собственно говоря, все. Это задание уровнем немного посложнее, чем предыдущие. То есть, ну, на него, ну, мы в свое время отводили где-то минут пять, да, на то, чтобы его сделать. Вот, пишите свои мысли по этому поводу в комментарии. Считаете ли вы его сложным? Например, пять минут лично вам хватило, когда вы делали это задание или нет. Также, если есть какие-то вопросы, комментарии, может, я где-то оговорился, что-то не так сказал, пожалуйста, пишите. На сегодня все. Не забываем ставить лайк, подписываться на канал, на YouTube, в Telegram. На сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока.